Это было сложно, но мы... Где? Вы до сих пор не угадали. Да ешь, ешь. Ой, ребят, как же я рада. Горячее молоко. У меня столько стрессов произошло, что вы себе даже просто представить не можете. Короче, мы сейчас в Ницце. Мы пришли в ресторан. Мы устали, блядь. Мы хотели выпить. Подходит к нам. Знаете кто? Педераст. Я ничего против них не имею. Но он берет и наливает нам просто забрезгливым ебалом алкоголь. Всегда забрезгливым. Забрезгливым. Как будто... Тысячу евро ему я должна. Да. Как будто мы просто кончены какие-то вообще... А дальше расскажи... Какой вы сюда пришли? А расскажи дальше ситуацию с ножом. Потом у меня упал нож. Ну, упал нож, блядь, да. Так бывает. А я не стала поднимать. Потому что, ну, как бы, думаю, принесу новый. Принесут новый. Да. Может быть, тебе надо было поднять сейчас этот нож. Да ну не суть, блядь, ты не поднимала. Ну, бывает такое. Ну, и чё? А я просто сижу сбухаю уже. А мы с братом болтаем. Да. Как сейчас с вами. Ну. И это. И он просто любит, что его позвала. Нет, я даже его не звала. Он обошёл. Нет, нет, я была голодна. И он подошёл. Ну что, я не могу поменять меню. У меня нету тартара, которого ты хочешь. Ну, окей. Он просто, получается, у меня ещё был кусок стейка. Я уже его не хотела есть, но просто он стоял. Не суть. Не суть. Там пол стейка. Я бы доела. Я бы доела всё. Как обычно. Как обычно. Да, чё. Я не стремаюсь в виду. Я за Люба, как обычно. Да, за мной. И он демонстративно перед моим лицом этот нож вот так вот ставит на тарелку. Да. Я думаю, блин, ну прям, не знаю, доживи накончательно. И потом, и просто он поднимает этот нож. Кладёт ей в тарелку, где стейк. Ещё половина стейка. Я, конечно, на месте Эмили вы его разъебала. Я сказала, внеси, блядь, новый стейк. Ну, вот сейчас не стоит. Так он в том и положении. Мы же леди. Леди, блядь, не леди. Нихуя. Не хватит. У тебя стейк. Половина стейка. Почему он кладил грязный нож в стейк? А я хотела бы доесть. Я не наелась сегодня, между прочим. Суть в том, что мы с дороги уставшие, настроены позитивно. Ну, вот зачем вот так вот себя вести? Просто я понимаю, не яйца. Я понимаю, хуисосы, педерасты. Я всё понимаю. Сама такая же. Я копку даю. И хуисосу. Всё это понятно. Но почему нельзя просто уважительно относиться к людям? Мы же не чмошницы какие-то. Вон какашка лежит. Я на какашку наступила? Нет, просто я перестала. Мне жалко к деньгам обычно. Ну, ладно. Мы даже стесняемся не оставить на чай. Для нас это стрёмно не оставить на чай. Мы всегда оставляем хорошую сумму на чай. Всегда. И представляете, в этот раз я даже немножко заскандалила. К нам относились настолько по-классически. Я никогда такого в жизни поведения не видела. Ну, ладно. Настя, ты тогда ищешь маму? Блядь, покажи, ну. Нет. Пусть на меня смотрят и на тебя. Блин, они же с тёлочками. Они и нам. Да и в рот я их ебалом. И их тёлочек тоже. Мне их всегда не видят. Нормально захотим с ними. Сама же знаешь. Вот у меня новая любовь. Да. Я в шампанское. Я могу сказать английский фион. Ты будет знаменимым, а? Автодет, а? Нет, он не знаменимым. Вот, Эмили, моя подружка. Ну, даём. Ты покажи моего. Вот, она нашла сюда. Мы собрались ехать в Амстердам. В Амстердам? Да. В Роттердам. Ты не хочешь? В Амстердам. Я вам не показывала и не рассказывала, как именно я долетела. Как всё это происходило. Ребят, просто я реально сейчас мало что рассказываю. Потому что, ну, люди злые. И меня много разглазили. Мне много делали плохого. Поэтому я, знаете, сейчас люблю просто жить спокойно. Ничего не рассказываю. То есть я скрытый человек. Поэтому я вам не рассказываю свои любовные похождения. А вчера они были. Ну, вы, наверное, видели уже, да? Я нашла любовь. Чёрную. Чёрный мужчина был. Но я не дала, ребят, вы что? Я даю только на третьей встрече. Я за глаз беру такой салат. Смотрите, какая-то штучка прикольная. Я беру и вот так брызгаю. Представляете? У меня такой мандраж. Меня до сих пор ещё потряхивает. Её не берешь тебе. Я, главное, её всегда снимаю, снимаю. Она сейчас видео снимает. Говорит, Люба, съебись, пожалуйста. Полиция не замедит там. Вот такая вот у меня подружка, ребят. Хоть и делать. Слушайте, сейчас я так трюшу. Я в шоке. Живот, конечно, тоже трюсётся. Ребят, мы вчера наклюкались нехуёвенько. Но был повод отметить, потому что где мы? Да, мы великолепные Ниццы. Я не была в Европе два года. Но сейчас, ну вы не подумайте, всё законно, всё хорошо. Ой, счастливая я человек, а ты? Я. Самый счастливый. Ох, ну ладно. Мелис, соблюдай, пожалуйста, дистанцию полтора метра. Эмили, блядь. Ты что, прикалываешься? Скорость большая, ребят. Ребята. И тут полтора метра. Мы сейчас, чтобы попасть в квартиру, а вы знаете, сколько мы сейчас ебались? Нам, блядь, весь Париж сейчас помогал. Ох, блядь. Нахуя вот такие вот тоже сложности. Ребят, честно, я в шоке. Чшш, в Париж. Сомненаем тишину. Чшшш. Вот такой у меня голубенький халатик. Тапочки такие. Квартирка у нас. Ну, она у нас небольшая. Ребят, вы знаете, за сколько мы эту хату сняли? За 1300 евро. Это ужас какой-то просто. Эмили. На 5 дней. На 5 дней, да. Так, а здесь у нас вот такая, как бы, кровать. То есть, хата, блядь, просто за так дорого. Просто дорогущая цена. И не обоснованная, ребят. Вот и, пожалуйста, деньги как с кустика. Ой, надо мужика искать себе. Так, чё, всё сама-то сама. Просто наслаждаемся шикарным Парижем. Ой, ребят, как шикарно. Просто я не могу. Красота. Ой. Вы знаете, два года без Парижа, без Европушки. Тяжело было, тяжелые были времена. Я наслаждаюсь этими улочками, этими кафешками. Этой атмосферой. Просто всем наслаждаюсь. То есть, тут настолько хорошо. Я даже не могу писать. Нет, понятно, что у нас в Москве лучше. Но всё равно для разнообразия. Вот я очень скучала в Парижу. А ты? Я тоже очень люблю. Да. Пошу себе француза. Замуж, да. Ну, меня французы не смотрят, но, может... Субтитры сделал DimaTorzok